Здравствуйте. Наверное, можем потихоньку начинать. Меня зовут Ястребов Виктор, и сегодня мы поговорим про повышение качества разработки с использованием юнит-тестов. Как известно, наверняка, может, многие из вас знают, что в процессе разработки, включающей написание юнит-тестов, так и их прогон, это может привести к увеличению того, что сам непосредственно программный продукт становится более надежным. Однако на сегодняшний день не все пишут юнит-тесты, и поэтому целью моего сегодняшнего выступления является, во-первых, показать, что это легко, это просто, ну и показать, что в принципе в повседневной жизни, на работе их писать можно с удовольствием. И постоянно. Итак, как будет построен рассказ? Вначале мы поговорим о характеристиках хорошего юнит-теста, затем я расскажу о подходах к созданию тестируемого кода, после чего мы перейдем к рассмотрению поддельных объектов, которые нам потребуются для того, чтобы можно было на примере рассмотреть, как тестировать тот или иной класс. Ну и, соответственно, в конце я приведу ряд конкретных практических примеров, которые позволят создавать юнит-тесты, которые надежны как в поддержке, так и в модернизации. Значит, вначале хотел бы сказать, что для того, чтобы рассказ получился максимально понятным, я старался код максимально упростить. Ну и те примеры, которые присутствуют в коде, реализованы с использованием библиотеки Google Тест. Значит, первый вопрос, с которым приходится сталкиваться любому человеку, желающему приступить к автотестированию, является обработка внешней зависимости. Под внешней зависимостью мы будем понимать сущность, с которой взаимодействует тестируемый код, но над которым у него нет полного контроля. К таким сущностям можно отнести взаимодействие с жестким диском базы данных, с каким-то сетевым соединением, с генератором случайных чисел и так далее. Один из наиболее важных отличий интеграционного теста от юнит-теста заключается в том, что юнит-тест имеет полный контроль над всеми внешними зависимостями. Это приводит к тому, что результат каждого отдельно взятого юнит-теста стабилен. То есть либо тест всегда проходит, либо тест всегда не проходит. Он повторим. Это означает, что в какое время дня и ночи я не запускал юнит-тест, он всегда будет выдавать один и тот же результат. И он независим. Это означает, что в какой бы последовательности я не запускал имеющиеся у меня юнит-тесты, что бы я в них ни делал, это никак не скажется на результаты выполнения одного отдельно взятого юнит-теста. Все это вместе позволяет достичь того, что весь все имеющиеся юнит-тесты, их запуск можно автоматизировать. То есть для того, чтобы их прогнать, мне не нужно настраивать соединение с базой данных, править какие-то конфигурационные файлы, настраивать как-то внешнюю систему. По сути, запуск всех юнит-тестов осуществляется по нажатию одной кнопки. Далее, немаловажной характеристикой любого юнит-теста является малое время выполнения. Это связано с тем, что если проект большой, юнит-тестов много, то для того, чтобы прогнать каждый в сеть юнит-тесты, требуется достаточно продолжительное время. Но именно прогон всех юнит-тестов позволяет нам получить реакцию системы на вносимые изменения. Однако, если же время получения такой реакции довольно большое, то, соответственно, и время обнаружения ошибки, оно значительно увеличивается. Во многом это может быть связано с тем, что если нам требуется очень большое время для прогона юнит-теста, то просто мы будем прогонять все юнит-тесты гораздо реже, поскольку надо же когда-то писать и сам код, зачем нам постоянно гонять наши юнит-тесты. Таким образом, в принципе, для хорошей характеристикой юнит-теста является его малое время выполнения и не рекомендуется, чтобы время выполнения отдельно взятого юнит-теста занимало более 1 десятой части секунды. И далее, как известно, часть нашей работы заключается не только в создании нового кода, но также и в работе с уже существующим кодом. Поэтому довольно часто приходится код, существующий уже читать. Кроме того, поскольку если мы работаем с юнит-тестами, то юнит-тесты позволяют нам во многом объяснить, как работает та или иная часть системы. Поэтому простота чтения является также крайне важной характеристикой любого юнит-теста. Ну, рассмотрим эту характеристику чуть подробнее. Создание любого юнит-теста начинается с его наименования. Так, один из рекомендуемых подходов состоит в том, чтобы составлять имя юнит-теста из трех частей, где первая часть обозначает имя, тестируемая рабочая единица, вторая — сценарий теста, и третья — это ожидаемый результат. Таким образом, мы можем получить имена юнит-тестов, которые звучат, например, как sum by default return zero, или sum when called calls the log. Как видно, такие имена юнит-тестов читаются как одно законченное предложение. Таким образом, нам как разработчикам при чтении юнит-тестов достаточно начать читать их названия, чтобы понять, что тестирует тот или иной юнит-тест. И при этом, если нам не надо понимать конкретную его реализацию, мы в код даже можем не залезать, не разбираться. Однако в ряде случаев все-таки приходится с кодом разбираться, и для этого также существует прием, позволяющий повысить читабельность кода. Один из рекомендуемых подходов состоит в том, чтобы составлять тело юнит-теста из трех частей, где первая часть — это часть arrange, где мы создаем и инициализируем требуемые для проведения теста объекты. Вторая часть — это act — проведение собственно тестируемого действия. И третья часть — это assert, где мы сравниваем полученный результат с ожидаемым. Для того, чтобы повысить читабельность теста, рекомендуется отделять эти части друг от друга пустой строкой. Таким образом, если разработчику, товарищу по команде, нужно будет разобраться, как устроен тот или иной юнит-тест, ему достаточно будет разбираться именно с той частью, которая его интересует в данный момент, не требуя погружения во все тело юнит-теста целиком. Но каким же образом писать код, который можно покрыть автотестами? Для того, чтобы код можно было покрыть автотестами, каждая его рабочая единица должна выполнять что-то одно из следующих. Так, тестирование можно подвергать возвращаемый результат, изменение состояния системы, а также взаимодействие между объектами. Однако все-таки в реальной жизни, как правило, у нас в реальном коде существует ряд внешних зависимостей, от которых зависит наш код. Так, наш боевой код может взаимодействовать с базой данных, с каким-то сетевым соединением. А для юнит-теста такие зависимости надо уметь разрывать. Поэтому очень важно уметь разрывать зависимости от каких-либо неподконтрольных нам частей кода. Таким образом, у нас встает две задачи. Если у нас есть задача протестировать возвращаемый результат или изменение состояния системы, то в этом случае нам необходимо решать задачу разделения. Когда мы не хотим вводить часть кода в средство тестирования, поскольку мы не имеем над ним полного контроля. В случае же тестирования взаимодействия между объектами нам необходимо будет решать задачу распознавания. Это происходит в том случае, когда мы не можем получить доступ к значениям, которые вычисляются. Например, когда в результате операции производится логирование на удаленный веб-сервер. Ну, рассмотрим, каким образом эти задачи решаются. Для того, чтобы разрывать зависимости, нужно уметь работать с поддельными объектами. Здесь и далее я буду стараться придерживаться англоязычной терминологии в наименовании объектов, поскольку на сегодняшний день еще нет устоявшегося перевода на русский язык. И стаб, и мок-объекты, оба из них являются фейк-объектом. Наибольшая разница между ними заключается в том, каким образом они используются в тесте. Так, стаб-объект в первую очередь предназначен для решения задачи разделения, а мок-объект предназначен для решения задачи распознавания. Но и стаб-объект, и мок-объект относятся к фейк-объектам. Значит, рассмотрим, какое же между ними основное отличие. При работе со стаб-объектом assert происходит непосредственно между тестируемым кодом и тестовым. В то время как при использовании мок-объекта именно его анализ показывает, пройден тест или нет. Здесь следует сказать следующее, что если есть возможность протестировать код с использованием возвращаемого значения или же изменения состояния системы, то следует поступить именно так. Поскольку, как правило, написание и дальнейшая поддержка тестов, которые используют мок-объекты, требует больших усилий и занимает большее время. Ну, рассмотрим теперь на примере, каким образом можно применить наши фейковые объекты для решения задачи тестирования. Итак, пускай у нас есть класс Entry Analyzer, у которого есть метод Analyze. Соответственно, этот метод на вход получает имя какой-либо ячейки в таблице, и дальше производится следующее. Если имя слишком короткое, то производится логирование на удаленный сервер. В противном случае, если с длинной именем все хорошо, то производится дальше его анализ уже путем прямого взаимодействия с базой данных. И наша задача является написать тест для функции Analyze. Это может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, мы хотим лучше объяснить нашему товарищу, каким образом работает эта функция. Возможно, в дальнейшем мы хотим внести ряд модификаций в эту функцию, и не хотелось бы внести такие изменения, которые поломали бы уже ее рабочее поведение. Таким образом, при написании любых юнит-тестов первую задачу, которую надо понять, какие имеются внешние зависимости в тестируемом коде. В нашем случае наш код имеет две внешние зависимости. Первая зависимость связана с взаимодействием с базой данных. Вторая зависимость связана с сетевым соединением. Таким образом, для написания хорошего юнит-теста нам нужно обе этих зависимости разорвать. Начнем наш пример с разрыва зависимости от базы данных, поскольку для решения этой задачи нам нужно будет использовать стаб-объект. А как я сказал, использование стаб-объекта несколько проще. Будем идти от простого к сложному. При реализации системы, которую можно подвергнуть автотестам, очень важно уметь разрабатывать относительно не конкретных реализаций объектов, а относительно контрактов. Так, в нашем случае, мы можем выразить контракт класса Database Manager, задокументировать его, в виде интерфейса iDatabaseManager, у которого, соответственно, есть метод из Valid. Таким образом, в случае работы нашего боевого кода мы будем использовать класс DatabaseManager. А для реализации наших тестовых задач будем использовать объект, который также реализует интерфейс, но является поддельным. FakeDatabaseManager. На языке C++ это можно выразить следующим образом. Создаем абстрактный класс iDatabaseManager, у которого есть виртуальный метод, тело которого не определено. И, соответственно, не забываем создать виртуальный деструктор для нашего базового класса. И далее делаем две реализации. Одна реализация — это класс DatabaseManager, который используется в нашем боевом коде. И вторая реализация — FakeDatabaseManager, который будем использовать для тестирования нашего класса. Ну, рассмотрим теперь разрыв зависимости от базы данных. Значит, здесь мы рассмотрим несколько приемов. Рассмотрим два способа разрыва зависимости с использованием конструктора объекта. Этот способ называется параметризация конструктора. И второй способ — с использованием метода выделить и переопределить. В случае использования метода на основе параметризации конструктора в первую очередь нам необходимо разрабатывать не в рамках конкретной реализации, а использовать интерфейсы. Таким образом, нашей первой задачей становится избавление от конкретного класса DatabaseManager и замену его на Unique.ptr, реализующий контракт, задокументированный в виде интерфейса iDatabaseManager. Таким образом, все дальнейшие обращения будут вестись через указатель, и нам необходимо модернизировать наш класс, введя конструктор по умолчанию, в котором мы в явном виде создаем объект класса DatabaseManager. Далее, как осуществляется внедрение зависимости? В этом случае нам необходимо создать у класса второй конструктор, у которого будет один параметр, который как раз и определяет, какой именно объект должен использовать наш класс во время своей работы. Таким образом, этот параметр представляет собой Unique.ptr типа iDatabaseManager, а если точнее, то R-value ссылку на него, и, соответственно, мы просто будем указывать явно, какой, что наш класс DataEntryAnalyzer, должен использовать в своей работе этот класс. Таким образом, наш класс EntryAnalyzer теперь обзавелся вторым конструктором, который мы и будем использовать для использования в средствах тестирования. И наш первый тест можно написать следующим образом. Создаем класс EntryAnalyzer, в котором в явном виде указываем тестовый объект, с которым необходимо работать. И можно убедиться, что функция Analyze, если имя ячейки валидно, возвращает результат true. Сам фейковый объект устроен следующим образом. Он реализует контракт, который мы определили в виде интерфейса, и, соответственно, его настроить можно с использованием публичного члена will be valid. Здесь следует отметить, что повторная используемость кода также приветствуется. Таким образом, в принципе, в функции will be valid мы могли бы сразу возвращать true или false. Однако, с использованием члена данных will be valid, мы можем в дальнейшем наш стаб-объект переиспользовать как для возвращения положительного результата, так и для возвращения, соответственно, результата false. Рассмотрим теперь второй способ параметризации конструктора. Вернемся к нашему исходному классу. Изначально, да, в прошлый раз мы привели его к тому, что создавали в явном виде объект типа unique.ptr в конструкторе. Теперь же давайте сделаем так, что перенесем ответственность за создание объектов на отдельный класс. В нашем случае database manager factory. И будем создавать наш инстанс уже непосредственно с использованием класса фабрики. Таким образом, наш тест превращается в следующий, можно представить следующим образом. Вначале мы указываем классу database manager factory, какой именно инстанс она должна вернуть при обращении к методу create. И дальше создаем наш уже тестовый объект, используя конструктор по умолчанию. Как будет устроен класс database manager factory? При обращении к методу create проверяется, надо ли возвратить фейковый объект или нет, путем сравнения с 0.ptr. И, соответственно, если 0.ptr, то возвращаем значение, которое используется в боевом коде. В противном случае наш поддельный фейковый объект. Здесь между этими двумя примерами существует основная разница, которая заключается в том, что в первом случае мы создаем наш тестируемый объект с использованием одного конструктора, а во втором случае мы всегда используем один и тот же конструктор для создания тестируемого объекта. Это приводит к тому, что первый метод для понимания человека, который первый раз увидел этот код, он становится несколько проще. Однако второй метод с точки зрения поддержки и возможных дальнейших реализаций фейк-объектов становится проще в поддержке и модернизации. И теперь рассмотрим второй метод, второй подход к разрыву зависимости от базы данных с использованием стаба объекта. Этот метод принято называть по-английски extract and override. На русском есть вариант перевода, как выделить и переопределить. Первый шаг при использовании этого метода заключается в том, чтобы максимально локализировать зависимость от внешних ресурсов. В нашем случае наша зависимость локализирована в функции database manager из valid, и, соответственно, наша задача является ее максимальной локализацией. В нашем случае мы можем ее выделить в функцию класса entry-analyzer из valid. Здесь очень важно обратить внимание на следующее, что, в принципе, эти изменения, которые мы сейчас вносим, мы не можем однозначно сказать, сломали они что-то в поведении нашего исходного класса или нет. Однако в наших силах сделать так, чтобы эти изменения были максимально безопасными. Для того, чтобы это сделать, при изменении существующего кода очень важно сохранять сигнатуры изменяемого объекта. То есть в нашем случае у класса database manager есть функция из valid, которая на вход принимает string и возвращает google. Точно так же, чтобы сделать это изменение максимально безопасным, мы создаем функцию с таким же именем из valid, которая принимает на вход string и возвращает google. Стараемся делать изменения максимально безопасными, поскольку пока тестов на этот код у нас еще нет. И в этом случае сам тестируемый подход заключается в следующем. Во-первых, мы делаем функцию, в которой локализирована наша зависимость виртуальной, чтобы мы могли ее переопределить в классах-наследниках. И затем создаем класс-наследник, в котором поведение, которое мы не можем контролировать, мы заменяем на подконтрольное. В нашем случае это реализуется посредством использования члена класса will be valid. Таким образом, все дальнейшие действия, требуемые для проведения теста, осуществляются уже в работе с классом-наследником, но мы полностью избавились от зависимости, над которой мы не имеем контроля. Таким образом, наш тест можно теперь представить следующим образом. Создаем класс типа testing.entry.analyzer и в явном виде указываем, что при обращении к нему, при вызове функции isValid, он должен вернуть true. Да, и можем убедиться, что действительно метод analyze, если имя ячейки валидно, будет возвращать true. Значит, здесь очень важно отметить следующий момент, что в принципе метод extract and override выделить и переопределить во многом с точки зрения реализации является более простым. однако он требует введения в класс виртуальной функции, что иногда в зависимости от специфики решаемой задачи, может быть позволительно, может быть непозволительно. Поэтому здесь при решении задачи тестирования очень важно учитывать ту специфику задачи, на которой вы работаете, и в зависимости от этого использовать либо один метод, либо другой метод. То есть нет какой-то золотой, какой-то серебряной пули, который бы сказал, что всегда надо делать так. Это зависит от специфика, на которой вы работаете. Поэтому очень важно знать несколько подходов к решению одной и той же задачи, чтобы в вашем конкретном случае можно было выбрать оптимальный. Ну и теперь перейдем к разрыву зависимости с использованием мог объекта. В нашем случае нам необходимо разрывать зависимость от сетевого соединения, то есть с удаленным веб-сервером. Вернемся к нашему исходному классу. И теперь нам необходимо бороться уже с методом logError класса WebService. Но первый шаг заключается точно так же. Нам необходимо локализировать нашу зависимость. Для этого выделяем эту зависимость в отдельную функцию, которую объявляем как virtual, чтобы мы могли ее переопределить в средствах в классе наследники. Следующий шаг является переопределение. Здесь в первую очередь нам необходимо также выделить контракт, который реализует класс WebService. И далее мы заменяем наше поведение на подконтрольное нам. В нашем случае это можно реализовать с использованием класса SharedPtr, который, собственно, по обращению к которому и производит вызов функции logError. Таким образом, наш тестовый код, наш тест, можно описать следующим образом. Во-первых, мы создаем объект типа SharedPtr, который реализует наш интерфейс. И далее создаем класс наследник TestingEntryAnalyzer, в котором в явном виде указываем, что надо использовать именно этот объект в своей работе. Дальше вызываем функцию Analyze, в результате которой и производится обращение к объекту, на котором мы имеем полный контроль. Таким образом, сама схема теста выглядит следующим образом. Создали объект, на котором имеем полный контроль, указали тестируемому объекту, что ему надо работать именно с ним. И дальше при обращении уже к требуемой нам функции, в нашем случае logError, мы будем запоминать последнее сообщение, которое было подано как параметр этой функции. И можем убедиться, что действительно при вызове функции Analyze, если имя слишком короткое, то мы можем получить ошибку на удаленный веб-сервис. Ну и, наконец, перейдем к подходам, которые позволят создавать код, который лег как в поддержке, так и в модернизации. Первая рекомендация состоит в том, что один тест должен тестировать только один результат работы. То есть не следует писать несколько ассертов в одном и том же тесте. С чем это связано? В первую очередь, если у нас тест провалился, то мы не сможем однозначно сказать, какая именно часть логики нарушена. Если же ассерт в тесте один, мы однозначно можем сказать, какая часть хода отработала неверно, где именно логика была сломана нашими внесенными изменениями. Второй момент. Очень важно писать тесты именно относительно публичных методов класса, поскольку именно публичные методы класса, они предоставляют какой-то контракт, что делает тот или иной класс. В случае же, если написаны тесты для приватных методов, эти приватные методы показывают только средства реализации того или иного контракта. Это может привести к тому, что часть тестов будет не проходить, однако сама логика, то есть сам контракт, предоставляемый классом, будет верен. Это может нести заблуждение в текущее состояние проекта. Если же все-таки необходимо протестировать приватные методы, то для этого необходимо найти публичный метод, который его использует и написать тест уже относительно публичного метода. Далее довольно неприятная ситуация может возникнуть, когда тест не проходит, падает, однако, как кажется, сама логика работы программы верная. То есть тест падает, мы пытаемся разобраться, какие именно изменения привели к тому, что логика поломалась. И в какой-то момент времени понимаем, что логика – это верное, сломан сам тест. Вот такая ситуация, но очень неприятная, поскольку, как правило, требуется очень длительное время, чтобы действительно поверить, что сам тестируемый код верный, проблема в тесте. Вот для того, чтобы таких ситуаций не было, необходимо, чтобы сам тест был как можно более простым. Таким образом, не следует использовать в тесте какие-то операторы ветвления, switch, if, else, какие-то сложные операторы, позволяющие запускать какие-то циклы. То есть любые операторы, вводящие логику в наш тест. Кроме того, здесь еще может возникнуть ошибка, которая заключается в том, что, вводя эти условные операторы, мы можем, по сути, дублировать логику, которую хотим проверить. В этом случае можем принести в наш тест те же самые ошибки, которые содержатся в нашем боевом коде. И, соответственно, тест будет проходить, а ошибки, на самом деле, будут содержаться. Таким образом, в принципе, типовой юнит-тест — это последовательность вызовов с дальнейшим ассертом. Если придерживаться такого способа организации теста, то такие тесты будут легки как в поддержке, так и в модернизации. Ну и, наконец, еще один момент, который я хотел бы сказать, заключается в следующем. Например, пускай у нас есть объект, которому для создания требуется только один аргумент. Хорошо. Мы написали для него несколько тестов, например, штук 100. А потом в ходе развития проекта мы узнали, что одного аргумента недостаточно, а надо, например, два. Таким образом, мы изменяем конструктор, добавляем второй аргумент. Это приводит к тому, что все наши 100 тестов для этого объекта, они становятся невалидными. И очень особенно неприятно, когда уже срок сдачи проекта рядом, а тесты сломаны, и появляется выбор либо чинить тесты, либо заниматься проектом, чтобы довести его до состояния сдачи. Вот чтобы такого не было, надо придерживаться общего принципа, который, в принципе, давно известен. Надо избегать дублирования кода. То есть в нашем случае для создания объектов, средств тестирования, надо использовать фабричные методы. То есть, например, написать функцию, которая возвращает unique.ptr и в нем явно указывать те параметры, которые нужны конструктору для создания. Таким образом, в случае, если в ходе развития проекта конструктор будет изменен, нам достаточно будет поменять это в одном месте, и все наши тесты автоматически придут в наше достойное состояние и будут и компилироваться, и весь предыдущий результат, который мы с помощью их показываем, он также потерян не будет. Ну и, наконец, я хотел бы сказать, на основе чего вообще сделан построен сегодняшний рассказ. То есть, в первую очередь, если хочется понять, немножко поглубже копнуть в юнит-тестирование, в подходы и основные мысли, которые положены в его основу, то я очень порекомендую книжку Роя Ошерова «The Art of Unit Testing». На русском языке я не могу сказать, стоит ли читать. В свое время наткнулся на несколько негативных отзывов, и решил, что лучше, наверное, почитать в оригинале. Вот в этой книжке очень хорошо описаны как основные подходы к разрыву зависимости, так и те мысли и подходы, которыми надо руководствоваться при создании тестируемого кода. Вторая книга — это книга Майкла Физерса «Эффективная работа с унаследованным кодом». Книжка тоже очень хорошая. В частности, она затрагивает вопросы внесения безопасных изменений в базу кода, когда уже есть большое количество кода, который изначально не был спроектирован для тестирования. В частности, очень интересна глава номер 3, где показаны именно способы разрыва зависимости в случае работы с уже давно работающим кодом. Ну и, наконец, один из надежных способов разработки программного обеспечения состоит в использовании подхода под названием Test Drive and Development, то есть разработка через тестирование. Здесь хочется сказать, что если нет очень большого опыта написания юнит-тестов, то в первую очередь надо писать код, а потом уже писать тесты. Но перед тем, как писать, надо все-таки сесть и подумать, как я этот код в дальнейшем буду тестировать. Потому что если нет большого опыта написания юнит-тестов, то работа сразу по принципу в начале теста, потом код может привести к тому, что очень сильно увеличится время разработки, вы получите очень большое неудовольствие, и начальник тоже будет такими сроками не очень доволен. Поэтому в первую очередь понять, как тестировать объект, какие общие способы, подходы. Когда чувствуете, что уже получается, можно пробовать разработку через тестирование. На этом у меня все. Спасибо. Готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Вот вы рассказали, как устранять внешние зависимости, такие как жесткий диск, баз данных и так далее. А что делать со внутренними зависимостями, допустим, глобальная переменная или хотя бы синглтон? Вот. Насчет глобальных переменных и синглтона. Действительно, такая проблема есть, когда получается, что для того, чтобы ввести нам средства тестирования тот или иной класс, нам необходимо настроить снаружи его внешнее окружение. Значит, вот вопрос, который вы задали, как минимум, он очень хорошо расписан в части третьей Майкла Физерса, книжки. Но в целом он сводится к следующему, что в принципе есть такой подход, который называется как замена как раз вот синглтона. Как он производится, да? То есть мы создаем класс, у которого, например, необходим метод create. Внутри этого класса мы также создаем метод create, и в боевой версии мы вызываем именно класс работы синглтона. Для работы в средствах тестирования мы делаем этот метод create виртуальным, и, соответственно, да, можно возвращать именно тот объект, который нам нужен для работы в средствах тестирования. То есть подход тот же самый. Выделить и переопределить, только уже получается на более высоком уровне. Ясно, спасибо. Здравствуйте. У меня такой вопрос больше не технический, а, я не знаю, скорее психологический. А как вообще заставить людей это писать? Есть ли, может быть, у вас опыт какой-нибудь? Потому что вроде как все понимают, но, блин, много кода там я не хочу, не буду. Такая проблема действительно есть. На самом деле во многом это, как сказать, мотивировало меня на создание сегодняшнего выступления. Поскольку, ну, действительно, есть ряд такой именно организационно-психологической работы, когда очень трудно показать человеку, что тесты — это здорово, что в дальнейшем, да, они принесут, способствуют созданию надежного продукта, который легко вносить изменения, да, и легко поддерживать. Тут основная проблема, на мой взгляд, связана с тем, что очень многие действительно, как слышали, да, и внутри, наверное, понимают, что тестирование — это хорошо, это здорово, но нет времени, да, очень завязанной в работе, и нет каких-то основных пониманий, основных подходов к тому, как писать тестируемый код. То есть, на мой взгляд, да, вот я, в частности, вот проводил эту презентацию внутри своей группы, да, как-то хотел рассказать, каким образом, да, переходить к разработке через тестирование. Здесь, мне кажется, очень важно донести до человека, каким образом создавать именно тестируемый код, то есть принципы создания тестируемого кода, возвращаемое значение, изменение состояния системы, взаимодействие, да, с удаленными объектами. Да, ну, а затем уже, да, как разработка — это всегда общение людей. То есть, в первую очередь, да, если у человека не получается, вы всегда делаете код-ревью, как-то подсказываете друг другу, да, вначале требуется гораздо больше времени, это да. Но в дальнейшем, да, как минимум разработка, она позволяет команды, да, делать более сплоченными, поскольку больше общения, вы друг другу больше рассказываете, и каждый владеет еще кодом значительно больше, поскольку, да, приходится каждый отдельный кусочек больше обсуждать. А в дальнейшем, если такое обсуждение не требуется, я уже могу прогнать до теста, который человек написал для своей системы, и понять, как именно она устроена, как с ней работать. Поэтому я думаю, как-то так. Добрый день. Применяете ли вы движок для макирования от Google? Если нет, то почему? Если да, то хотелось бы ваши впечатления услышать. Спасибо. Вы имеете в виду систему, позволяющую автоматизировать создание тех же самых мак-объектов, да, например? Да, и которая, по-моему, входит в состав Google-теста. Да, значит, здесь момент следующий, что действительно верно замечено, что существует система, позволяющая автоматизировать создание мак-объектов в частности. Однако, если создание, автоматизированное создание, как правило, приводит к гораздо более сложно читаемому коду. Поэтому здесь всегда как бы трейдов. Либо, да, если я чувствую, что я могу написать код мак-объект самостоятельно, то есть самописный мак-объект, и причем людям моей команды будет это понятнее, я все-таки предпочту написать собственный объект, потому что, да, ну, читабельность кода — это очень важное свойство. Если же, да, как сказать, мак-объект очень сложный, и я буду чувствовать, что проще, да, все-таки использовать автоматизированную систему, то, соответственно, я использую, да, Google МОК. Но здесь, в первую очередь, я всегда стараюсь ориентироваться именно на читабельность кода, чтобы в дальнейшем люди, которые будут работать с этим кодом, им было проще понять систему и понять, как она внутренне устроена, как ее безопасно видоизменять. А еще вопрос можно вдогонку? Юнит-тестирование, оно идет очень рядышком с код-коверидж. Как вы его измеряете, если измеряете? Значит, ну, для покрытия… Ну, код-коверидж — это, по сути, тестовое покрытие, то есть понять, какая часть логики всей системы в целом покрыта. То есть здесь также существует несколько подходов, в частности, покрытие по строчкам, покрытие по разветвлению внутри этой функции. Но здесь могу сказать, что большого опыта у нас работы с код-ковериджем нету, и каких-либо конкретных рекомендаций вы используете того или иного средства, да, я дать не могу. То есть тут надо еще смотреть, экспериментировать. Спасибо за доклад, Виктор. У меня вопрос такого характера. А что мы покрываем юнит-тестами? То есть, допустим, у нас есть система, она состоит из каких-то классов, да, то есть мы можем для каждого класса написать юнит-тест. Но сейчас в целом это собирается и может собраться довольно сложный комплекс. То есть, ну, новоточечная программа, которая взаимодействует с периферийными какими-то вещами. Вот до какой, до какой части мы пишем юнит-тесты? Это как бы, наверное, один вопрос. А второй вопрос больше связан. Вот все-таки, в принципе, этот доклад ваш не совсем дотрагивал тут частично такой вопрос, что многим разработчикам приходится работать не с кодом, который вы только пишете, а с большим объемом, скажем так, legacy-кода. И не совсем понятно, как вот… Вот у нас есть legacy-код, мы какой-то новый код пишем, и непонятно, как внедрить систему юнит-тестирования. Помимо того, что как один из… ну, кто спросил вопрос, что, собственно, есть еще и психологическая проблема, что люди не готовы писать юнит-тесты. Да, спасибо за вопросы. Значит, насчет первого вопроса, связанного, насколько глубоко следует тестировать ту или иную систему, насколько следует покрывать юнит-тестами. То есть здесь нельзя дать однозначного ответа, то есть здесь скорее речь идет о том, что когда… на этот ответ очень хороший принцип позволяет дать применение подхода разработка через тестирование. Когда в первую очередь мы пишем тесты, которые затем заставляем проходить с использованием написания нового кода. В этом случае у нас автоматически получается, что мы вначале создаем какой-то метод, покрыли его тестами, а дальше, получается, в ходе развития проекта раньше он был публичным, понимаем, он уже не публичный, он реализует какое-то конкретное действие, переносим его уже в приватную секцию. Зачем этого получается уже создаем код, который изначально покрыт тестами. Если же говорить про работу с унаследованным кодом, с legacy кодом, то здесь действительно существует очень большая психологическая проблема, когда, в принципе, код работает, и как-то жалко его как-то видоизменять, потому что непонятно, к чему это приведет. Здесь уточнение какой-то вопрос. Ну да, на самом деле нисколько жалко, сколько, во-первых, вопросов, что он работает. Если мы, как, собственно, хорошо было показано, чтобы протестировать код, который изначально не был для этого предназначен, нужно вносить в него изменения. Возможно, изменения достаточно серьезные. Допустим, хорошо, когда что-то выделено в какие-то интерфейсы. А представьте себе, что у вас код, который взаимодействует с сетью, и там просто работа с кучей API-шных функций. То есть, по идее, нужно будет тогда выйти в интерфейс, за которым все это закрыть. И достаточно большой объем работы. И внести туда ошибки достаточно легко. Да. Здесь вот как раз я специально поэтому привел, ну, чувствовал, что будет много вопросов на эту тему. Привел книжку Майкла Физерса. Там действительно очень хорошо расписаны все вопросы, связанные с внесением изменений в существующий код. Да и в частности, вот третью часть, которую я упомянул, как сделать, разорвать зависимости с как разорвать зависимости от каких-либо неподконтрольных нам. Но если говорить о том, как общие понятия, то есть понятно, это зависит все-таки от конкретной специфики реализации той или иной функциональности. Но общие понятия можно описать следующим образом. Если у нас есть большой класс, например, в который содержит унаследованный код, и мы хотим внести в него новую функциональность, тут есть два основных подхода. Первый — это почкование метода, второй — это почкование класса. В случае почкования метода мы говорим, ладно, там все как-то работает, но теперь этот метод я могу протестировать. И, соответственно, именно в него мы выносим ту логику, которую уже можем покрыть автотестами. Если это сделать не получается, то есть нам же необходимо для этого внести еще и сам класс в средства тестирования, что не всегда просто. Тут также существуют два способа. Это либо вытягивание интерфейса, когда мы наш класс выделяем в контракт, который он должен реализовывать, и дальше наш класс реализовывает этот контракт. Либо второй способ — это вытягивание именно реализации, когда мы наш сам класс оставляем без изменений, с таким же именем, с такими же названиями функций, но создаем класс, в котором локализованы именно зависимости от внешних неподконтрольных нам. И, соответственно, уже мы можем работать с нашим исходным классом как не обладающим внешними зависимостями. Если же… Еще сейчас продолжу. Есть еще возможность создания статического метода. То есть в этом случае, если мы метод можем объявить статичным, который не зависит от состояния класса, то, соответственно, такой класс мы всегда можем внести в средства тестирования, поскольку метод является статичным. Спасибо. Добрый день. У меня вопрос по смыслу проверяемого условия. Вот возьмем такой пример, что у нас есть некоторые исходные данные, мы их как-то обрабатываем, загоняем куда-нибудь в какую-нибудь базу данных, допустим, и потом осуществляем поиск по некоторым критериям. Я как разработчик, допустим, взял некоторую маленькую порцию этих исходных данных, прогоняю вот эту процедуру импорта их и, значит, делаю поиск по некоторому предопределенному критерию, получаю в ответ семь объектов, допустим. Я предполагаю, что эти объекты, они удовлетворяют этому условию. Каким образом мне можно это проверить? Я, например, могу проверить, что количество возвращаемых объектов это семь. Допустим, больше я не могу из этих объектов вытащить всю информацию для проверки остальных условий. Через некоторое время переосмыслились эти условия в соответствии к критериям и у меня метод поиска стал возвращать не семь, а семь 17 объектов. В этом случае тест проваливается. То есть я должен поправить тест и это считается нормальным или каким-то образом или я просто изначально выбрал неправильное условие для проверки в этом тесте. Что является нормой? Начну по порядку. Первое. Изначально тест был спроектирован таким образом, что нужно было анализировать именно семь возвращаемых значений. Верно? Я так понял. Ну да. Первый шаг, который надо сделать к тому, чтобы этот тест был более прост в дальнейшем модернизации заключается в том, чтобы объединить эти семь значений в одном объекте. Например, в структуре, в которой будет семь полей, соответствующих каждому из этому объекту. Таким образом, мне на выходе нужно уже доанализировать не семь этих объектов, а достаточно анализировать один. Это вот первый шаг. У меня есть семь объектов, они одного типа. То есть это массив из семи объектов, по сути. Это не семь полей. А, хорошо. То есть все-таки это получается одно возвращаемое значение. Это там, скажем, вектор, какого-то сдержащего объекта определенного типа. Да, да, грубо говоря, так. Все, хорошо. Тогда тут стратегия заключается в следующем. Мы знаем, что наша функция должна вернуть объекты, семь объектов, где каждый из которых обладает такими-то полями, такими-то значениями. Мы знаем, как эти объекты должны выглядеть. В тесте, да, мы создаем объект, также, да, стд, там вектор, требуемый нам типа, в котором инициализируем объекты таким образом, которые мы ожидаем получить на выходе из функции. Да, и в ассерт я просто убеждаюсь, что то, что мне вернула функция, да, это то же самое, что эталонные данные, которые мы сделали в самом начале, поскольку мы знаем, как они должны выглядеть. Теперь относительно вопроса того, как вносить изменения в код, который уже покрыт тестами, да. В этом случае мы находимся уже в более выигрышной ситуации. Мы знаем то поведение, к которому мы хотим привести. Поэтому здесь можно сделать как. Раньше у вас было семь объектов, теперь это 17. Пока не трогаем боевой код, оставляем его, как он есть. Наши эталонные данные раньше содержали семь объектов, теперь вы их расширяете до 17 объектов. Запускаете тест, убеждаетесь, он не проходит. Такой функциональности еще нет. Но теперь вы знаете, к чему стремиться. Вы можете безопасно идти в код, который является боевым, внести требуемые изменения, запустить тест и убедиться, правильно вы их внесли или нет. Вы как раз перешли к более надежному способу создания программного продукта. То есть это именно тест драйвинг директа. Нет, это TDD, разработка через тестирование. Вы вначале пишете тест, но еще нет функционала. Написали тест, убедились, функционала нет, внесли функционал. А здесь это уже немножко гибридное получается. У вас что-то было, но вы молодцы, вы изначально уже покрыли это тестами, но теперь за счет этого вы можете безопасно носить изменения. Но идея правильная. В начале тест, потом реализация. Хорошо, ясно. Спасибо. Добрый день. У меня вопрос собственно по части оптимизации боевого кона. Я встану. Не видно. Собственно было предложено на выбор два метода и даже про один из них было сказано, что там не плодится виртуальный метод. Но если присмотреться, то виртуальный метод создается и в том, и в другом случае. В первом случае он создается в самом классе. В первом случае он создается в некотором подклассе, в специальном классе, который имплементируется внутри. Есть ли возможность обойтись вообще без имплементации виртуальных методов? Значит, во втором случае я полностью соглашусь. Действительно создается виртуальный метод в подходе выделить и переопределить. А в первом подходе можете еще раз пояснить, пожалуйста. Можно открыть слайд с кодом? Мне кажется, это будет проще. Вы скажите стоп, когда увидите слайды. Первый вариант интересует? Первый вариант. Так. Собственно, здесь мы имплементируем… сейчас вспомним все. Ну, собственно, мы берем DB-менеджер, заворачиваем его в НикПТР. И предполагается, что у этого DB-менеджера есть виртуальный метод. И, собственно, в конструкторе мы указываем, какой DB-менеджер использовать. и в данном случае у DB-менеджера появляется виртуальный метод. Давайте разберемся с терминологией. Виртуальный метод – это метод, который объявлен как virtual. Правильно? Да. Вот. Теперь перейдем к классу, который у нас отображен справа, выделен зеленым цветом в секции private. Про него идет речь, правильно? Да. Вот. Он представляет у нас unique PTR, который реализовывает контракт iDataBaseManager. Да. И виртуальный метод присутствует где, получается? Получается, он присутствует в iDataBaseManager. При этом у нас появляются две имплементации этого дата-менеджера, собственно, боевая и тестовая. И они различаются как раз виртуальным методом из valid. А, вы имеете в виду, что в самом интерфейсе содержится… А, все, я вас теперь понял. Ну, в этом случае, да, да, способ есть. Он заключается… Да, есть такое понятие, как шов программы. То есть, да, что такое шов? Шов — это то место в программе, в которое мы можем внести такие изменения, которые… сейчас постараюсь на пальцах объяснить. Значит, у нас есть метод, в котором мы создаем наш объект. Простейший пример — это не самый хороший, но простейший — это использование define. например, if define testing создаем наш объект такого-то типа, else if создаем наш объект тестируемого типа. Это пример шва с использованием при процессоре языка C++. Да, также там есть, например, там шов, объектный шов, там шов уже на уровне линковки библиотек, но это другое. Но когда вот самый простой вариант, да, это использовать, да, тот же самый define. Если define определяет, что необходимо запустить в рамках тестирования, да, соответственно, да, генерируется класс, в котором, строчка которого активизируется с использованием этого define. Если, да, define не определен, то, соответственно, да, используется создание боевого класса. В общем-то, идея ясна. Единственное, что немножко пугает, это куча макросов, которые, ну, не куча, но ладно. Как альтернатива? Например, если у меня проект, который замечательно декомпозирован, там, по куче файлов. В целом, я могу взять и вот этот вот класс прямо как-нибудь переопределить и тесты собирать с другими исходниками, например, для дата-менеджера? это по сути, ну, грубо говоря, есть три способа внесения шва в проект. Первый, это вот самый простой, который я сейчас на пальцах постарался показать, с использованием define, то есть это шов с использованием препроцессора языка. Второй шов, это с использованием объектный шов, когда мы в режиме компиляции можем сказать, что вот теперь используем не эту функцию, а вот эту. Здесь у нас взаимодействие на уровне объектов. И третий вариант, про который вы говорите сейчас, он как раз заключается в том, что мы создаем два класса с одинаковыми именами. В одном случае он реализовывает нашу боевую логику, во втором случае тестовую логику. Но для этого нам при сборке проекта нужно будет в явном виде обязательно указать, какую именно реализацию использовать. Это третий вид шва. Он же как бы один из самых трудноподдерживаемых, но если реалии вашего проекта позволяют сделать именно так, только так, но, к сожалению, Спасибо. Только так. Добрый день, спасибо за доклад. Вы рассказали, как тестируйтесь. Можете пояснить теперь, что тестируют? То есть, какие части программы стоит покрыть тестами в первую очередь? Спасибо. Какие части программы стоит покрыть тестами в первую очередь? Ну, предположим, что у вас есть программа, в которой вообще нет тестов. Правильно я понимаю? Тут следует идти от следующего. Вы знаете, что этот модуль в ближайшее время будет подвергаться большим изменениям. Облегчите себе жизнь. Сделайте этот код таким, чтобы его можно было покрыть тестами. И вы знаете, что этот модуль будет изменяться. Сделайте способ внесения изменений несколько проще. То есть работайте, как на примере. Вначале убедитесь, покрыв тестами, что все работает, как вы ожидаете, а затем сделайте тест, который вы хотите, чтобы как это работало. И измените уже версию боевого кода. То есть тут нет однозначного ответа на то, что у вас большая система с унаследованным кодом. В какую первую очередь начать менять? Не надо изменять ради изменения. То есть надо стараться менять так, чтобы в дальнейшем с проектом было гораздо удобнее работать. и сложно изменить весь проект сразу целиком. Но если вы знаете, что эта часть, скорее всего, будет видоизменяться, начните с нее. Если вы знаете, что вообще туда соваться не хочу, там такое творится, не буду, тоже начните потихоньку обсуждать с коллегами, каким образом вы можете привести этот кусок кода в хорошее состояние. И таким образом поддержка проекта это постоянное улучшение. То есть код сам по себе и так со временем станет плохим. Если еще и саму не прикладывать усилия к тому, чтобы сделать его лучше, то вообще будет очень плохо. Поэтому в первую очередь чувствуйте, здесь будут изменения. Направьте максимальное усилие именно на рефакторинг подсистемы, в которую будете вносить изменения. А затем, если знаете, что где-то есть место, которое вообще страшно туда даже смотреть, начните потихоньку изменять его. Выделите одну функцию какую-то, потом выделите вторую, разбейте большой метод на несколько. Затем, может быть, в результате разбиения вы увидите, что на самом деле это не один класс, а два. Сумеете разбить на два класса. И так потихоньку можно будет привести систему к тому, что у каждого класса будет явно выражен тот контракт, который он реализовывает. А в принципе стремимся к тому, что один класс это одна зона ответственности. Если получается это, работать становится гораздо проще и приятней. Спасибо.